Дмитриевич Бурцев, кандидат исторических наук, гоменолог. Современное представление о гоменидах. Так, Игорь Дмитриевич, президент Международного форта гоменологии. Так, Игорь Дмитриевич. В общем, я руководитель Международного центра гоменологии. Это вот страница из моей книги большого формата на двух языках параллельно, на русском и на английском. Вот это моя невестка изобразила заново в таком виде. И сценка такая, там ребятишки ее дразнили, и она в ответ тоже бросала в них всякие... И продолжайте. Полистайте эту книжку. Можно так... Дальше, дальше, дальше. Вот, это я хочу сказать, что это я сижу около пещеры вместе с Юрием Николаевичем Вороновым. Он был известный там археолог, который историей Абхазии занимался. Потом он стал вице-премьером Абхазии, когда Абхазия стала независимой. А потом его застрелили около своей квартиры. Это вот... Он тоже участвовал в исследовании этого случая с Занной. Еще при поршневе, когда рассказал. Дальше, покрутите. Вот мы с профессором Бурчаком Абрамовичем. Вот видите, совпадение. Я Бурцаком, Бурчак. Значит, это был профессор из Двилисского института. Зоолог-палеонтолог. Очень известный. Он открыл новый вид у дабнопитека. Человекоподобного существа. Там зуб найден. Зуб удабнопитека. Удабнопитека, да. Вот мы вместе с ним раскапываем могилу Хвита, чтобы извлечь вот этот череп. Это я. А это вот два человека, которые занимались в Двилисском. И вот этот профессор, зоолог-палеонтолог, он такой был опытный. Вот достаточно было какой-нибудь косточки, он сразу мог назвать вид этого животного. И когда он увидел череп Хвита, он сказал, слушай, обалдел. Обязательно надо его исследовать. Он очень необычный. Он увидел в нем очень много особенностей. Дальше. Это в 71-й год. А вот в 75-м году я уже возглавлял экспедицию. Мне помогла редакция журнала «Вокруг света». Никона был тогда главный редактор. И со мной было несколько человек, участников из Москвы. Мы приехали. И институт этнографии тогда назывался. Бромлей был директором. Он дал нам сопроводительное письмо. И поэтому местные власти нам очень помогли в этих раскопках. Мало того, институт археологии из Москвы присоединил к нам местного одного Абхаза, Бжания, известный археолог. Он тоже там кандидат наук был. Он нам помог в этой экспедиции. И еще институт археологии направил туда Теодора Яблонского, Леонида Теодоровича. Он потом стал завсектором сарматским. Вот они помогали мне в этой экспедиции, консультировали там и так далее. И вот мы раскопали несколько могил. И в частности вот это вот женское захоронение. Оно отличалось от остальных, других там захоронений. Мы там раскопали порядка пяти могил. Все были похоронены на спине в определенном направлении, в вытянутом положении. А эта женщина была захоронена на боку с подогнутыми ногами. Вот ее кости пока. Это мой рисунок. И череп был уже раздавлен. И очень неглубокой была эта самая могила. Но поначалу мы не думали, что это Зана или были, сомневались. И несколько лет сомнения привели к тому, что в конце концов пришли к выводу, что это сама Зана. Первый раз, значит, в лаборатории Лебединской, это последовательница Герасимова, Михаила Михайловича Герасимова, она мне помогала восстановить этот череп. Потому что он был сплющенный, раздавленный и даже частично уже отсутствовал. И она же сделает, вот ее рукой сделана реконструкция вида этой женщины. Это рисунок Галины Вячеславовны Лебединской. Ну и вот этот вот рисунок захоронений просто приложен. Дальше крути. Ну это вот показаны наши ребята, вот участники экспедиции. Это вот спиной я сижу, вот там ковыряюсь. Это из Киева, товарищ, из Москвы. А вот это местные ребята, они нам очень помогали в этой работе в Афгазске. Вот это тоже, там фотографии меня. Это уже мы могилу Хвита раскапывали до конца. Дальше. Ну вот здесь я хочу остановиться еще раз. Это вот сам Хвит. Это его фотография, которую мне предоставила его дочка. Вот это его первая дочь 1918 года рождения. Ее мама умерла, ее мама была грузинка Наталья Шакая. И она умерла после родов. А я встретился с ее дочерью дальше, выше. И она мне, а, нет, ну ничего. И она мне тоже дала фотографию, вот эту вот фотографию Хвита. А это другая его дочь, рождение 1935 года, года рождения Рая. Это ее дочка Манана. А это вторая, или даже уже третья жена Хвита, русская Мария Ивановна. И я с ними встречался как раз в 71-м году. А вы обратите внимание, какая ладонь-то большая для женщины, а на руках маленьких лиц сидит. А на руках маленьких лиц сидит. Нет, ладонь-то большая, такая массивная. Нет, ну такая ручка, на дальность расстояния. Вот вы профиль показывали, она видно, что немножко отличается. Нет, ну здорово. Дальше крутите. Дальше. Стоп, вот это сын Хвита, это брат Раи, он служил в советской армии, его звали Ширико. Вот он был очень сильный, он зубами поднимал стол, и танцевал. А это его две дочери, его две дочери. А это вот тот самый Роберт, он там маленький был, а теперь он вырос вот такой стал. Роберт, это сын Раи. Ну в общем они какие-то такие темноватенькие все. Ну они вот темные, видите, все. Дальше поехали. А это уже другая линия, я там нашел порядка 30 этих самых потомков, ну дальше не стал углублять. Вот это Родион Каджая, и у него была сестра-близняшка Ламара, но она же умерла. А это Родион, он довольно крепкий, сильный был. Мужицо, смотри, какое. Вот он приезжал. Когда у них была война с Грузией в 91-м, 92-м году, его подстрелили очень сильно, и он практически считался уже убитым. И когда его положили в морг, он там лежал в этом морге, потом пришли какая-то комиссия врачей, обходили этот самый морг, и вдруг видят, он шевелится. Они его вытащили и восстановили. Он потерял глаз после этих ранений, еще в груди у него там и так далее, раны были очень такой мощный. Вот это вот Родион Каджая, а это его сестра Ламара и со своей внучкой, дочкой вот этой вот. Нет, но явно австралоидные черты, они не кавказоиды, они же не кавказоиды. Вы знаете, вот эти все разговоры насчет австралоидов, негроидов и так далее, это все пустое, потому что совершенно разные, они по своему типу. И один больше похож на австралоид, другой на негроиды, третий еще там на какого-нибудь индейца. Поэтому нам трудно по внешнему виду определить вообще, сколько существует специалистов, ученых, столько существует мнений об этих расовых признаках. Поэтому не будем на эту тему говорить. Это вот фотографии еще одного потомка Заны, но неизвестно кто, то ли дочка, то ли внучка. Вот она так вот выглядит. Еще это самое. Но это вот получилось так, что когда начала развиваться генетика, мы решили выяснить все-таки вот этот череп женский, он чей? Смотрите, в 75-м году я его раскопал и только в 2006 году, то есть сколько там прошло? 30 лет прошло, заинтересовались американцы этим случаем и взяли образцы и исследовали в Нью-Йоркском университете. Вот это антрополог Тоддисотель, то есть не антрополог, а генетик Тоддисотель и антрополог Шайра Бейли. Я с ними, они меня вызвали туда в Штаты, я поехал, и они мне сказали, что женский череп определенно принадлежит близкому родственнику мужского. То есть мы таким образом пришли через 30 лет только к заключению, что это была его мама. Ну, может быть, вот как другой генетик ямщиков русского происхождения, но он уже 30 лет в Америке живет, он говорит, а может быть, его дочери, ну, не знаю. Вот череп, вот вам черепа, вы хотели фотографии, это череп Хвита, а это череп вот женский, который там был раскопан. Череп череп негритянки, череп австралоидных. Дальше, дальше. Вы говорите австралоид, а уже сейчас другие антропологи говорят, нет, ничего там австралоидных. Да и эти антропологи говорят. Поэтому, это я говорю, сколько ученых, это вот я первые, так сказать, разнословную, когда восстанавливал, всех потомков, я сейчас немножко скажу, вот у нее был сын самый Джонда старший, это вот Рудем Каджаев, потомок, потом была дочка Гамаса, у нее сын был тоже похоронен в Тхине, и она сама похоронена в Тхине. А это еще одна дочка Каджанар, но у нее было, это самое, две дочери, вот эти две, и известно, например, о могилах, где они захоронены, их не рассказывают. И, наконец, Хвит, самый младший. Вот это вот вся родословная, это на 71-й год, потом я уточнял, добавлял к этому, это фамильное древо, дальше. Вот если бы еще скрестить второй раз со снятым человеком. Еще до сих пор там есть, где копать, но вот... Нет, копать, я не позволяю. Дальше поехали. Дальше поехали. За большинство ингредиентов. Тогда бы еще скрестить потом. Вот, сейчас здесь, вот по мнению антрополога Герасимова дополнила исследование черепа Хвита краниоскопическим описанием и измерением затылочной области нижней челюсти. По результатам исследователи выступили с докладом на секции антропологии моей, и статья была опубликована. По мнению других антропологов, череп Хвита демонстрировал наличие выраженных астралоидных особенностей. Алексея Гунак. Ну вот видите, вот странно. Но все по-разному, я опять говорю, по-разному. Ну вам, вы же пишите Алексея Гунак. А вот по заключению антрополога Зубова, известный был профессор, в целом череп довольно своеобразного вида, расовый тип его необычный. По многим из признаков его можно было бы отнести к экваториальной невроидной расе, но этому противоречат некоторые его особенности. По заключению Зубов. Во всяком случае, нельзя однозначно утверждать, что соседнее женское захоронение принадлежало матери Хвита, то есть самой Зайне. Ага, понятно. Так, нет-нет-нет, не в минуту. Ну, Игорьевич, ну вы будете... Ну, хорошо. Дальше все, да? Дальше, дальше. Вот что интересно. Ладно, я... Нет, фотографии есть там? Он еще там выделил... Фотографий больше нет, по-моему. Нет? Нет. Фотографий больше нет. Вот, что интересно. Самая последняя работа была над этим проведена. Первая сначала в лаборатории антропологической реконструкции, которая была создана Герасимовым. Михаилом Михайловичем. Вы еще будете показывать? Что-то было? Да, да. Михаилом Михайловичем Герасимовым. И потом, вот я говорил, Лебединская мне помогала восстанавливать. А сейчас ее возглавляет доктор наук Веселовская, Елизавета Валентиновна. И Веселовская провела восстановление по черепу облика Хвита. Несмотря на то, что у нас был портрет, ну там получилось, что с помощью одной кинофирмы, значит, эту реконструкцию лаборатория провела. И мы провели семинар в Институте этнологии и антропологии. В Академическом институте. Очень интересный семинар на эту тему. И вот мы как раз выступали и подняли эту тему. Где эта реконструкция? Не понял. Где эта реконструкция? Реконструкция, она выполнила, значит, лаборатория Лебединской. Одна передана, по-моему, а находится у них в лаборатории, а вторую она мне лично презентовала, но мне негде было ее хранить. Я передал в Дарвинский музей. Реконструкция, тихо, тихо, не надо, не надо, не надо, не надо. Это все пойдет в эфир, не забывайте. Ладно, ладно, они хорошие. Дальше поехали. Так, ну тут уже... А, сейчас еще, я знаете, что хотел сказать? Фотографии у вас остались. Вот фотографии. Еще покажите фотографии. Сейчас покажу. В этой же папке, в этой же папке, нет. Нет, в этой, в первой папке, да, да. Есть еще фотографии? Да, вот показывайте. Вот по порядку. Ну вот это, я уже говорил об этом, дальше. Ну дальше, они у вас отдельные. Следующие, по порядку, фотографии. Так они поддельные у вас, они нет. Их надо отдельно... Ну, стрелочкой там нельзя показать? Нет, нет, они у вас отдельные, я же вам говорил. Они у вас отдельные. Да нет, не у вас. Ага, вот. Ну это просто профиль, те же два черепа. Ну, видите, не у вас. Вы знаете, вот они как-то отличаются, это так уж. Во-первых, здесь вот у Хвита есть лишняя, как бы, кость, называется кость инков. Она очень редко у людей встречается. А во-вторых, смотрите, это такой длинный, вытянутый череп. А этот, как бы, вот такой вот сплющенный. Ну, Игорь, дай вам указку. Ну, я вам покажу. Ну, смотрите, какая кость крепкая. Комнать черепной коробки совершенно. Это не Грой в чистом виде. О, не надо, я не хочу на эту тему. Ну, а это же массивный, это же австралоид типичный. Ну что, как может это родить вот этого? Ну, как она может? Ну, как она? Вам же Бунак Алексеев сказал себе. Ну, как может, не Грой дворянь не остается? Я тоже сомневался. Да как же, вам уже два-три антрополога сказали, что нет, не может не Грой дворянь. А генетики говорят, что да. Генетики врут. Ага, ну вот, значит, извини, существуют до сих пор разные точки зрения. Генетики определенно говорят, что это близкие родственники. Да, они врут. Понимаете, и не в одном месте, а вот в Нью-Йоркском университете, а потом еще этот самый вот Емщиков тоже самый к этому выводу пришел. Он в Алабамском центре исследовал ДНК. И сейчас вот для того, чтобы этот вопрос все-таки решить, единственный путь обратиться к Сванте Паабо, к обществу Макса Планка в Германии. И я написал письмо нашему академику Деревянка, который находится в Новосибирске, который открыл вот эти новые виды человека, Денисовского человека там, еще там он считает, что вообще четыре вида сапиенсов существуют, включая неандертальцев. И я написал письмо академику, чтобы он обратился к Сванте Паабо и исследовали ДНК вот этих вот двух черепов. Но это было уже месяц назад, до сих пор я ответа не получил. Единственный путь. Тонкая кость. Он тонкий, его смотреть. Нужно продолжать. Но если никто не будет, ну и в конце концов для меня это одна сотая часть тех данных, которыми я располагаю. Поэтому она не имеет такого огромного значения, чтобы я еще жизнь на это клал. Будут заниматься, значит хорошо. Нет, и слава Богу. Поехали дальше. Там фотографию вот хотелось бы показать. Ну вот я вам покажу. А, это вот статья, да. Это я говорил про лабораторию, которая у нас восстанавливала. А вот в Дании, в Копенгагене, в Копенгагене заинтересовались тоже этим. И они исследовали ДНК этих двух черепов. И тоже пришли к выводу, что это близкие, родственные, так сказать, черепа. Что это действительно череп сына и мамы Заны. Но они же пришли к выводу, что, ну знаете, это смешно. Конечно, следуя за Поршнев, Поршнев говорил, что это неандертальцы, дожившие до наших дней. Нет, ну... Они сделали такой вывод, что неандертальцы не обнаружены. Хромосомы неандертальцев не обнаружены. И на этом основании пришли к выводу, что это человек. Но то, что там нет неандертальцев, это совсем не означает, что это человек. Потому что мы уже, как бы, продолжая Поршнева, мы уже отвергаем то, что они связаны с неандертальцами. Они не неандертальцы. Это совершенно другая введа. Вот дело в том, что в лаборатории Мельбе-Кетчум в Техасе они пять лет изучали эти самые образцы и пришли к выводу, что это гибридная ветвь. Она образовалась в результате гибридизации с Homo sapiens какого-то неизвестного существа. Считаю, что какого-то инопланетянина, который откуда-то появился на Земле, и они дали гибридную такую версию вот этого существа. Вот к какому пришла выводу лаборатория Мельбе-Кетчум. Они исследовали 111 образцов в течение пяти лет. Несколько специалистов работали. Но их не признают. Ну, это, как говорится, дело в лечении. Чего? А это не надо. А ходили к деревянкам? Это письмо к деревянкам. Все, уже больше там нечего показывать. Давай вторую папку. Ну вот эти сохранения. Вторую папку. Так вторую. Да, все, мы с Заной, я помню, хватит ее обсуждать. Это вот, а, статья, да, я не закончил, что они исследовали, но, по крайней мере, они проявили интерес к этому. И тоже пару лет... Это галоши со штампом, 1888 год. Но они пришли к выводу, что это все-таки мать и сын. Не могут быть галоши со штампом у Заной. Вон они галоши со штампом там нашли. Да это не, это другое совсем. Это не нужно, это никому никого не интересует. Это дополнительный материал. Зачем ты? Нет, ну вы мне дали, я ей покажу. Ну я сказал, не надо. Дальше уже можно, наверное, узнать. Другую папку, другую папку. А у вас две только папки. Две. Ну вторая папка. Вот, две папки. Вот эту мы показывали вроде. Да нет, эту мы не показывали. А тут что-то такое. С первой, второй, третий прям по порядку. Ну вот и дела, она не хочет открывать. Ну я не знаю почему. А там видела, да. Ваша техника почему-то не открывает. Нет, стрелочка, Александр. Как куда? Вот это? С левым, в синем квадрате стрелочка. С левым. С левым. Прямоугольного. Вот такими методами мы работаем. Вот, Александр Иванович, я хочу сказать. Мы тоже так же сидим, ничего не петрим в этой технике. И пытаемся заниматься серьезными вещами. Вот что происходит. А наука игнорирует, большая наука игнорирует эти исследования. И мы не в состоянии решать этот вопрос. Чего это такое? Яйца. И вот. Это что? Документируйте, что это? Приклеим все, я смотрю. Ну, не с первого показали. Вот здесь остатки. Это, я только что вернулся из экспедиции. Остановите, пожалуйста. Остановите. Остановите и перейдите на первую папку. Игорь Дмитриевич, только что изъяснилось. Так, я сейчас вступление сделаю. Я только что вернулся из экспедиции, туда ездил навстречу нашим друзьям, лесовикам. Мы их сейчас так называем, лесовикам в предгорьях Урала. Я уже там был несколько раз, начиная с 1919 года, с ноября 1919 года, потом был в июле 1920 года и в декабре 1920 года, в ноябре 1920 года. Потом снова был в 1921 году. Ну, и вот сейчас вот опять я поехал. А мои коллеги, кандидат биологических наук Строганов Андрей Николаевич, он больше там был несколько раз. И встречался с этими самыми, с группой лесовиков, вот гоминоидов. Я об этом уже, по-моему, рассказывал здесь вот в этой аудитории. Но сейчас, я скажу, вот последняя поездка состоялась. Мы выехали туда 23 мая и вернулись 2-3 июня. И там с нами происходили очень такие, ну, показательные, что ли, происшествия. Первую ночь, первую ночь, мы там приехали, я сначала расскажу. Мы приехали на поляну лесную, разбили там наш лагерь. У нас было три палатки. В одной мы были с новым человеком, этот, его звать Мансур Абдрахимов. Мансур Абдрахимов, он сам родом, ну, этнический башкир, но башкирии не был ни разу. И этой темой он не занимался, но поскольку, вы знаете, вот мне даже сложно найти спутника, чтобы туда поехать. Я приглашал несколько человек, которым я доверяю. Никто не захотел со мной туда ехать, потому что раньше были неприятные там происшествия, кому-то доставалось хорошо там и так далее. А один товарищ, который очень опытный походник, я с ним очень много ходил, он мне прямо сказал, там водится всякая нечисть, а я человек православный, я не могу туда ехать с тобой. Ну, получилось так, что нашелся человек такой, вот этот самый Мансур, который согласился ехать туда со мной. А еще там был товарищ, который много раз бывал тоже из Петербурга, Василий, и местный контактер Алексей, который уже 15 лет общается с этими существами. Я напомню, первый раз он освободил из медвежьего капкана одного такого, так называемого, снежного человека. Ну, они называют себя Йети, давайте называть коротко Йети. Освободил одного Йети из медвежьего капкана, и после этого он 15 лет общается с ними. Он фактически член их семьи, а там довольно большая семья. Поскольку уже в печати и в интернете известны два имени, один из них, мы его зовем Гриша, а другой Дерган. Вот эти два существа вполне реальные там, и мне приходилось в экспедицию 2021 года в декабре этому самому Дергану, нет, это было в ноябре 70-го года, Дерган со мной поздоровался за руку, я с ним обменялся рукопожатием, а на второй вечер, мало того, что рукопожателем, он еще бы вот так вот обхватил своей рукой мой подбородок, вот так мягко, знаете, погладил, это было что-то, конечно. Значит, и вот эти самые Гриша и Дерган, сейчас мы с ними какие-то контакты имеем, а больше всего, конечно, контактов у этого Алексея местного. Так, Игорь Мич, и что это такое? Вот, и вот мы расположились там, лагерем, три палатки, четыре человека, и вечером начался погром, погром нашего лагеря. Значит, вот теперь можно показать сначала фотографию, по-моему, в начале первую, нет? Первую, под номером один что-нибудь? Нет? Ну давайте эту тогда показать, давайте эту. А, ну вот, это вот, значит, на столе там несколько у нас, это самое, по-моему, и так далее. Давайте дальше, следующий, следующий, вот это вот, это результат погрома. Яйца, вот, у нас там было шесть яиц, они яйца бросали, сырые, вот все залило, весь стол вот этими яйцами, понимаете? Вот, вот здесь остатки, это сало, яйца не кушают, вот, кожура приклеилась, и все это и мазано, да, вот груши валялись на земле разбросаны, ну и другие тут мы подобрали, что полетало, какие-то детали, вот одно и все целое прилетело, вот так, вот такие пакеты были у ломашки с едой, они забрали, дальше. Так что у нас тогда образовался беспорядок. Рядом со мной падает дымовая шашка, но они взрываются. Это Мансур говорит. Я спрашиваю, которые здесь были раньше, откуда дымовая шашка? Ну, может, лучше я расскажу сам, давайте. Потом чей дымовая шашка? Следующий, следующий. Павел, я сейчас расскажу. Все, давай. Номер не буду пока, это самое. Вот, на фаркоп. Вот это. Вот, давайте, что, остановите, можно остановить, на стоп нажать. На стоп. Вот это фаркоп машины Нива. Я в ней сидел вечером. Вот с чего все началось. Я сидел в машине. Начались какие-то там броски. У нас стоял рядом трактор. Большой трактор. Здесь на фотографиях это есть. Стоял трактор. А перед трактором стояла доска от столешницы. Ну, ее раньше, значит, поставили там. Так вот, эта доска полетела и ударила там по нашему столу. Я в это время сидел в машине Нива. Слышу какой-то стук по машине. Грохот. Ну, я так не подал виду. Продолжаю сидеть. Потому что, ну, уже из опыта знаю, что нужно быть спокойным в такой ситуации. Спокойно переносить все эти... Проходит некоторое время еще раз удар. Ну, я потом выхожу из этой машины. А в это время загорается... Машина автоматически, когда открываешь дверь, загорается свет. На меня сразу цикают эти двое, вот, контактер. Выключить свет нельзя, ни в коем случае они будут сейчас... И начались броски после этого. Действительно, как только загорелся свет, начались броски. Полена залетела прямо в этот самый... На стол там разбила. Кружка у нас была большая, стеклянная, пивная. Ее разбила. Чайник полетел там. Ну, в общем, там есть некоторые... Как-то вот сложно все это сейчас показать. Я это подобрал, эти самые видео. Но не знаю, что тут с этой техникой. А утром, утром, когда мы подошли к машине... Это хозяин машины, как раз местный, вот этот Алексей. Он говорит, они сломали фаркоп. Вот здесь есть этот самый разъем, штепсельный электричество передает на прицеп. Оторвали его. А он был приварен. Он был приварен к этому фаркопу. Оторвали полностью это все. Значит, скамейку разбили. На ней уже нельзя было сидеть. Ну, я говорю, чайник там валялся и так далее. Вот эти яйца. Шесть штук яиц было в упаковке. Там почему-то в магазине по шесть яиц продают. Все эти яйца сырые бросили на стол. И стол полностью у нас это самое залило этими яйцами. Потом деталь от трактора. Она весит килограмм пять-шесть. Как гантель. Ну, как граната вот такую по форме. Она полетела и тоже ударилась там во что-то. Здесь тоже на этих кадрах это видно. Эта деталь там она есть. То есть, в это время, в это время, Мансуру, они показывают какие-то, ну, осколки камня. Он думал, мало ли, может это от метеорита. И начал смотреть. А я ему свечу. Опять на меня закричали. Ни в коем случае не надо это самое светить. Я говорю, ну, ему надо посмотреть. И опять начались броски. Полено летит, падает. Ну, в общем, короче говоря, где-то это продолжалось час с лишним. Да, вот еще что. Вот эти два товарища, Василий и Алексей, они заставили меня. То есть, Василий говорит, слушай, положи фонарик и больше его не включай. Ну, я вынужден был. Я положил на стол этот фонарик. Значит, он еще говорит, и телефон выложи, а то телефон у тебя... Он у меня в кармане записывал, записывал просто мои комментарии в темноте. Ничего не снимал. Нет, нельзя и так далее, и так далее. Заставил меня стереть все, что я записывал. Ну, вот я поддался, как говорится. Короче говоря, после того, как начались вот эти вот сразу броски, когда я смотрел эти обломки, там кусочки, начались броски, и очень сильно все, ну, я не знаю, тут все это снято, там все валяется, все разложено. И мы увидели, какая-то фигура начала вокруг нашей поляны вот так вот дефилировать. Это была какая-то сущность в балахоне черном и в капюшоне. То есть там, кроме вот этих самых наших гоминоидов, появились какие-то еще сущности, которые очень трудно даже как-то идентифицировать, понимаете? И видно было Луна... А они в телесной форме? А? В телесной форме? Чем? Черной, да. В физической форме? Ну, я имею в виду... В физической форме. Или такой полураспоричный... Ну, забегая вперед, скажу, на вторую ночь эта история продолжалась. То же самое. И в один момент, когда... А, нет, сейчас сначала закончу. Короче, фонарик я положил на стол. После этого эта сущность зашла в круг. Ну, этот самый, как это называется? Алексей говорит, я окропил святой водой вот этот круг. Березы стояли по кругу, а между березами все хорошо видно там, понимаете? Я, говорит, окропил, чтобы он не заходил внутрь. А он все равно зашел внутрь, схватил этот мой фонарик и отошел туда за пределы. И, в общем, разбил его. На другое утро мы пошли и нашли этот фонарик. Я его вам привез с собой, чтобы вам показать. Разбитый полностью на фонарик. Можно отпечатки пальцем бы снять? Померить, померить. Кстати, кстати, зашел. Давай, давай, мерей, быстрей, быстрей, пока фонарик не до конца разбитый. А там надо еще на ситуацию пойти. Нет, может быть. Нет, а ну тебе отпечатки пальцем с фонариком вот так будет здорово. Вот фонарик. Кошмар. Ужас. Положите куда-нибудь. Не, не в руках. Да в руках для масштаба, чтобы видно было размер. Для начала лучше на столе, чтобы было. На стул положите куда-нибудь. Я сейчас просто замерю. Пожалуйста. Граница подобная. Да подожди, Слава, подожди. Да смотри, вот очень сильно отрицательная реакция. Играница подобная. Нет, нет. Причем сильно асимметричная. Это что значит? Вы на человеческий язык переведите. Ну, объясняю. Значит, вот этот объект, получается, выкачивает из меня энергию. Причем не просто выкачивает, а то есть если бы рамки с одинаковой скоростью поворачивались, то была бы симметричная реакция. А здесь именно сильно асимметричная. Вот, причем здесь, что интересно, значит, по низкочастотным составляющим воздействие относительно мало, а вот по высокочастотным... Ну, там и гранитоподобные. Ну, это специфиент. Гранитоподобные. По-человечески объясните, что это означает. А ты тоже иди туда. По-человечески объясняю следующее. То, что это не является предметом силы, а наоборот, предмет слабости, который из любого человека выкачивает его энергию. То есть, например, дома такие вещи я бы не советовал хранить. Гаража. То есть, для этого, ну, гараж, там, я не знаю, ну, короче, помещение нежилое. Вот. Потому что иначе, и особенно опасно, такие вещи хранить в спарке или, например, на кухне. Ну, вообще, где человек ест. Вот. То есть, я правильно понимаю, когда вот этот... Вы знаете, у меня стала болеть сильно спина. Я не могу. Я когда лежу, у меня болит спина. Когда я встаю, я дико, я не могу повернуться. Может быть, это связано как-то с этими... А вы не теряли силу там? А? Вот не теряли энергетические силы? Нет, нет, это именно вот с того места. То есть, это не от вас. Ну, я понимаю, но я это дома держу. Ну, я еще раз говорю. Вот просто мой совет... Гаража отнесся. Такие вещи, да, лучше не дома, а где-то, ну, не в живом помещении. Значит, подальше от спальни и подальше от того места, где вы готовите пищу и едите. Ну, забегаю вперед, еще один. Я забегаю вперед и говорю, на третью ночь пошел монетный дождь. Нас обсыпала монета меди. Понимаете, это уже мы восприняли как знак доброй воли, что нас приняли. Испытание мы прошли. Вот, пожалуйста, часть из этих монет. Что покажет ваш чум? Старые какие-то монеты. То же самое. Кстати, менее отрицательные. Ну, вообще любые деньги дают отрицательную реакцию. Вот, ну, потому что проходит через множество рук. Вот, ну, здесь, ну, здесь, ну, здесь, ну, здесь, ну, здесь другая ситуация. А сюда просто покажешь, что это. Значит, здесь левая рамка почти не двигается. А что это? Вот, а вот правая рамка как раз показывает, то есть это тоже выкашивает энергии человека. Но именно асимметричные. Это старые деньги, то есть как бы недействительные сейчас. 92-го года телеская информация. Да, и, кстати, 91-92-го, это стёртый авиаски. А мне сейчас закрытая информация, я не могу... Алиас, стёртый авиаск. Нет, я только... Закруглённый. Неровный, как бы, налезь, налезь, ну, авиаск. Стёртый? Да, подтёртый. А как бы заглаженный, как будто вытирали, ну, стирали на грани. У меня слезы, с кружкой, у меня в кружку падает. У меня что? Цвет такой, очень такой тусклый. Откуда, неизвестно, откуда. Для банкреса? На шляпу мне укал, понимаете. А рядом вокруг... Может, кто-то вот так шёл, сейфер, обрался. Вот 50 рублей. А в каком году это было? А в каком году это было? Да вот это было неделю назад. 50 рублей. То есть ещё старыми деньгами забросали. Это какой-то сна, смотри, с 30 рублей прошло. Рублей, 50 рублей. Но у них это было, что-то, это не факт. Нет, ну сейчас 23-го... Ну некоторые монеты с 68-го года там, но отдельные. А вот в основном, с первой... Значит, чисто теоретически, конечно, возможна такая версия вандализма, что, грубо говоря, какие-то люди именно по заданию хотели вас кошмарить. Вот. И для этого устраивали, ну, закос под паранормальщину. Вот. Ну и как бы деньги стали не современные кидать, а собрали, допустим, какие-то старые. Подождите. Чтобы вас удивить. Но это, это версии чисто на логике. Нет, подождите, подождите. Я так понимаю, что это бросали мне. Они делали вид. Но не было вокруг никого. Это я вам абсолютно однозначно говорю. Ну это тем более. Это видно было очень хороши. Да, это тем более. Откуда они появились? Они появились ниоткуда. Идет выкачанная энергия, прямо в этом месте. Да, от металла. От металла, да. Холод идет. Хотя, на самом деле, это скорее пластик. Здесь не было. Александр Иванович, не имею. Я снял, я снял, я снял, я снял, я все снял. Я все снял. Монеты сыпались сверху. Скажите что-нибудь. Дождем просыпались на Игоря Митча монеты. Вот эти. А фонарик не снижается. Да, без этого. Здесь нет холода. Холод, а ну что же спорта? Ну, опять же, по-человечески, чем это грозит? Я тепло чувствую. Кстати, вот холод я чувствую. Снимает, снимает подложительную энергию. Оттаскивай. Да, у меня невысокая чувствительность. От этого я чувствую. Почему я тепло? Когда это применяешь? Так, пустите Юрия Лошниченко, пусть он скажет. Так, а еще вопрос. А с батарейками вы проверяли вообще? Ну, на вольтметре там... Ну, я вот собрал тоже. Нет, нет, нет. Просто батарейки не выросли. Тихо, молчите. Молчите. Я не выбрал проверить на вольтметре. Подвидите себя. А что? Ну, на вольтметре в рабочем состоянии. Да в рабочем, наверное, они новые были. Нет, наверное, нет. Потому что, я говорю, когда я сталкивался с паранормальной активностью, то очень часто батарейки разряжаются, ну, частично или полностью. Поэтому просто проверим. Ну, я не проверял. Это для себя хотя бы. Ну, я не проверял. На вольтметре сейчас снять можно. Но у меня голова что-то так это прочувствовала. Ну, так... Мне пока ничего. Саша, что скажете? Я хочу сказать, что, ребята, в таком это желание понять и прочувствовать, ни хрена ничего не прочувствуется, потому что ты как? Ну, да, совершенно правильно. То есть, когда, например, три прожектора освещают, говорят, какие там цвета идут? Красный, синий, зеленый. И три огромных или четыре огромных белых прожектора светят. И где эти цвета-то увидишь? Наверное, надо брать, надо прожектора. А что убрать? Нас, имеется в виду. Наше вот это вот влияние и желание кучи народа. А только вы один. Уйдите. Уйдите все, кроме меня. Да я причиню, да. Введение наблюдателей в системе. Вы скажите, пожалуйста, что нам делать? Я не лечу. Так не во мне делать. Вы сами можете определять потихонечку, но только так, чтобы не было кучи народа, которые так же давят и кричат. И все бы хорошо. Это еще абстракция. Вы скажите, что нам делать? Я точно говорю, что делать. Ну, скажите, скажите, Юра Вашниченко, что отойдите, не мешайте Юру Вашниченко. Так, значит, мне отойти? Ну, вы говорите то, что нужно делать, чтобы вы могли что-то определить. Так как вы висите, то лучше отойдите. Все, я отойду, я служу. Да при чем тут вы служите? Не надо еще слушать. Вообще ничего не надо делать. Вы говорите инфракт, а надо конкретно. Господи, не надо учить других, и все, они расчут. Да лучше, будь я так говорить. Не учите отца, как говорится, через прыгалки. Совершенно верно. Так, друзья мои, сейчас мы увидим необычное живение. Да нет, ну, ребята, не надо, потоки не нужно, и тоже. Сейчас мастер Вашниченко покажет левитацию предметов. Не мешает. Дело в том, что вообще не в этом дело. Дело в том, что настроить биомагнитный потенциал ровно, чтобы мозг работал. Для этого не нужно, чтобы гигантская толпа народа вокруг кучковалась. Вот если строить, блоки поднимать, или петь, кричать, чтобы поднять, или блоки, пирамид, ну, представьте, пирамид, это другое дело. А сейчас ничего не надо. И я попробую, да, нет, получится или нет, это другое дело. Но только здесь уже чисто. Чисто, чисто. Там, честно. Вот и все. Чего тут сложно? Маленько, отойдите, пожалуйста. Вы тогда с той стороны можете, чтобы... Оля, отойдите, вас может или присягнем угореть. Сейчас разряд пойдет мощный. Отойдите, нормально. Я же не делаю здесь. Сюда опасно садиться. Нет, да, перестань. Слава, ну она не понимает. Садитесь, здесь, где вам нравится. Не нужно ничего. Дверь только закройте, пожалуйста. Он не даетесь. Садитесь, садитесь. Переселить вещи, чем... Денег. Так, ладно. Рюкзак надо управлять. Не видно. Рюкзак не мешает? Мешает. Мешает, мешает. На вот ей... Да, там нет ничего. Я бы на ней не очки. Нет, что бы не пожить. Нет, нет ничего. Ну, чтобы уже точно. А то, а потеря. Я пишу, а то он не ездит. У тебя с корабля напал, да? Мешает. Такая у нас работа. Соглубляемся. Так, ну, в общем... Вот выходит, значит, это, во-первых, французский дух и Франции идет со времен каких-то действий, связанных с монетами еще времен французского двора и французских печатаний этих денег, чеканки. Значит, первым делом он сказал pardon moi, то есть тот, кто это все сделал. А это, вообще-то, французский язык, правильно, не ошибаюсь? Да, это французский язык. Да, это французский язык. То есть он сказал pardon moi. То есть он владеет трансузским языком? Да, тот, кто вот это все сделал. А фонарик? Есть разрыв. Фонарик вон там, вы прикрыли белым. Ну вот как? Чтобы нефонин. Две части, да. Вот. Значит, значит, странно, в общем, это человек шел, или, я не знаю, прыжок совершил, да, вот подключение клипового чувства, березовая аллея, березовая аллея, не знаю, зачем березовая аллея. И вот пройдя это березовое, было принято решение о том, что нужно оставить что-то в прошлом свое и убрать свои какие-то замашки. Энерго, энерго не информационный, а энерго… Какой-то, как облака, как тучи, как энергии, вот ровный мощный фронт какой-то, энергетический, вот. Он, вот он и сейчас, вот я только двигаю руками, и они тяжелеют в этом фронте, вязнут в нем, вот. Если это, вроде они вязнут до конца, но пальцы холодеют, явно холод идет, это чувствуется. Но не до той силы, что доходит до преисподней, не доходит до той глубины каких-то негативных вещей, а просто большое накопление, как вот этой вот пассивной и низкой энергии, которое было решено кусок как отбросить или оставить в прошлом. И вот этот вот момент – отставить в прошлом. Пардон-нуа, что я это сделал, типа. Ну, это нужно, типа, для определенных сил, для определенного даже конкретно набора духа. Такого, как бы, их роя. Да, вот такого вот, как бы. Понятно. А фонарик, что вы скажете про фонарик? Да, вообще у меня руки мерзнут. У вас руки не мерзнут? Нет, мерзнут, мерзнут. Мерзнут, мерзнут руки. У меня плохая чувствительность, и то я почувствовал. Да, у меня-то, у меня-то, вот, чувствительность средняя, не сильная, но у меня мерзнут они просто. А не страдаете ли где-то сосудистые не стоят? Я… Как вам сказать? Не мешайте. Не надо. Все в порядке. А на монеты почему пришло расплатиться с долгами? Что-что? На монеты сейчас пришло расплатиться с долгами, это почему? А потому что человек оставляет вот это прошлое. Да, вот я сказал, да. Оставляет прошлое и отдает, отдает вот это. То есть, таким образом, кому это попало, вот это забирает, эту дань, или похоть, или как-то забирает? Это значит, что человек, он то просто попадает здесь и забирает… Да, да, человеку, да, единственное. Значит, если эти выводы надо делать… Ведь поймите, каждому дается, даже этому индуктору, вот как я, допустим, дается только то, как у него, через него, преобразовавшая, трансформация происходит. И это могут быть какие-то… Какие-то слова там, типа, ложки… А, вот, я просто… Нет, давайте сейчас запрещу. Решли бы я только скажу. Я бы сказал, тепло. Дальше продолжаем. Значит, вы, если сейчас будете командовать, значит… Я не командую. Буду я продолжать, не буду. Я хочу, чтобы вам… Это зависит от исключения своей воли. Даже сейчас, вы говорите, вы все равно навязываете свою волю. Я очень вас прошу, наслаждайтесь реальностью с чудесными людьми. И наоборот, значит, чтоб другие не говорили ничего. Да, конечно. Вот. Я просто… Ну и замечательно. Я просто хотел сказать, что у меня уже случался подобный момент, вот, в определении или в поисках с определенными людьми. И когда я говорил о том, что вы вот это сделали, ну, вот так у меня получается, что не нужно было с этим человеком общаться, все такое. Она говорит, да нет, все в порядке. Вот. Все в порядке. И потом, как оказалось, что… Она мне просто собрала. Я не хотела говорить о том, что… А я мучился, я не знаю, два-три часа мучился, чтобы помочь с болезнью определенной, которую я реализовывал, только благодаря вот той связи с другим человеком. Я вам даже не буду говорить, это ужасная там связь, негативная была. Ну и вот. И в результате, значит, эта женщина, которая была, она просто, ну, не хотела. Да это… Ну, не хотела говорить. И сказала, что нет. Нет. Тем самым просто убирает вот это направление чувствительности, которое идет у тебя, оно его просто не убирает. Поэтому… Итак, значит, давайте… Я попробую. Ну, сейчас он… Значит, здесь все. Все. Эти деньги, вот если у вас много янской энергии, если у вас… Если у вас большая энергия какая-то, знаете, ну, не неврактическая, может, такая даже. Или… Ну, гипертонус какой-то. Ну, нельзя, не приходит ничего в голову. Ну, активность, короче говоря, повышенная. То тогда для вас это прямо вот вообще так взял и вот эту одну монетку раз положил и пошел куда хочешь и тебя так… и снимет напряжение. Снимает напряжение. Ну, да. Ну, не у всех. Наоборот. У кого-то, наоборот, оно пойдет вниз. Ну, потому что будет в поле более закодированным на выброс тех, как бы, проблем или прошлого, которые оставил другой человек или дух даже. Потому что с неба может сыпаться все, что угодно, как из прошлого, как из будущего. И чем я был свидетель? Однажды утром, когда свалился, свалился маленький зонт, летающий в тарелке, вот можно сказать так, который свалился прямо за домом нашим утром. И я вот слышал, как он свистел, пока падал, потом упал в яму, сделал… Это вот такой диск, вот, удивительный. Вот, все это никто не брал две недели. Потом женщина взяла и унесла к себе одна. Вот из яхты вынула, вот, и придавила капусту, засолила в соседском доме. А мне рассказала своя честь. Она там живет, там все рядом. В общем, она как придавила, а ночью раскрылись окна, и пришли трое, один высокий светлый, двое еще, и говорят, я слушаю, тетка, ты его клала туда вообще-то, это наш зонт вообще, и он должен был попасть в другие руки, и все. А ты капусту. Ладно, говорит, ты просто взяла, ладно, мы еще как-то. Но ты же в соль положила, блин, и замкнул, все, нахрен. Значит, короче говоря, она утром стала всем рассказывать, и трестись, и все прочь. Послушайте, ее забрали в психушку, естественно. Ну, я этот эпизод и написал в своей повести «Галактическая весна» или «Американский вариант». Нет, щас, 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 щас. Нет, надоело. «Гучей речей, славесная вода». Вот что вы делаете. Значит, я, вот теперь послушайте меня, вот и остальные. Я ожидал и знал, что будет именно так. Вот с этим человеком, да. Александр Иванович, помните, я смотрел вот так на вас. Вы говорите о чем угодно, только не по делу. Ну, скажите про фонарик. Что вы успели взять информацию про фонарик? Капусту оставили? Да не надо, про капусту. Все, я не буду ничего показывать. Фонарик еще этому человеку. Ну, мы-то тоже слушаем. Смотрим. Ну, можете уйти. Я только бежал. Я уйду, конечно. Сидеть слушать – это барахло. И так еще оскорбление. Давайте, давайте. Ну, вы видите все из тебя там. Вы видите. Итак, я сейчас хотел сказать, потому что вот этот фонарик, да, значит, это самое настоящее… Вот знаете, как говорится, обломки тоже воспоминаний. Ну, это не было обломками, это разбилось. Это явно разбилось при падении. Вот. Ощущения нет, что это просто обломки, ну, как бы выброшенные. Значит, а второе ощущение полевое – это то, что… Это… Обломки мысли… Что вы хотите взять, возьмите. Не надо. Спасибо. До свидания. Вот. И какие слова тут? Какие слова? Значит, это вот как… Знаете, как мысли осаждаются и материализуются? Вот это практически очень попадает в материализацию точного наблюдения за тем, что было сброшено и с этими монетами рядом. Но только не идет здесь кодировки, никакого духа… Здесь уже… Уже дух не выходит как с деньгами, не связан. А он просто чисто идет в мышлении и в осаждении материи. В прямом осаждении. То есть… О материализации. О материализации. Вот и все, что я хотел сказать. И они не покрываются. То есть… Вот я как раз Слава хотел сказать, что… Вот здесь было покрытие… Из Индии вот это янтра вот… Что почувствуешь тут? Янтра. Хорошо. Значит, здесь был вот этот дух, да, ииски. А здесь нет. Здесь материализация. Прямо четкие, просто, четкие. То, что есть, то и есть. Вот это в этом фонаре. Очень похоже, сейчас повторяю, вот как на обломке мыслей. Ну, как вот и прошлых каких-то действий, мыслей или состояния человека, которые выразились в этом. Возможно, он выбросил этот фонарик, и он распился. Даже так. Почему вообще все такую версию он выбирает? Ну, чтобы выбросить этот фонарик, это тоже можно… Нет, это нечто выбросило фонарика, и это уже обломки от того, что было фонарика. А потом это нечто бросило монеты. Да. Ну, вот, вот. А на следующие сутки оно бросило монеты. Они не откуда были. Нет, но он говорил, что не видел. А когда монета-то не видела. 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 Вот они сидели и падали с неба. То есть, не откуда-то. А где сидели? Нет. Ну, где была экспедиция? Ага. Вот я просто хотел еще раз сказать. Значит, еще, еще раз. Ох, материализация. Вот что видно по фонарику? Материализация, состояние мыслей этого или другого какого-то человека. Но у монет другая совершенно информация. Здесь большая ииская плотность была. Вот та вот штука. Ну, я уже сказал. Это по монету. А по фонарику это чистая демонстрация возможностей материализации при наблюдении. И сама идея дается материализации, что когда наблюдают, когда освещают, светом освещают, неважно каким, вниманием или светом внутренним, внешним, материализуем. Мы, ну как электрон, да? Вам умрешать.